Добрый день! В прямом эфире программа «Вести Рязани». Её ведущая я, Юлия Адац, и в начале выпуска некоторые его темы. В России улучшены демографические показатели, что помогает жить дольше. Всем ребятам пример, какой опыт пионерии может пригодиться новой детской организации. В её руках оживает дерево и начинает говорить камень. В Рязани открылась юбилейная выставка Натали Тюкиной. Банк России назначил временную администрацию в военно-промышленный банк. За шесть месяцев она должна оценить финансовое положение банка и возможность его дальнейшей работы. Проблемы у финансово-кредитной организации начались ещё в начале сентября. Были введены ограничения на работу со вкладами граждан. Сейчас военно-промышленный банк занимает 89-е место в банковской системе. По некоторым подсчётам, россияне хранят в нём более 30 миллиардов рублей. Диплом с доставкой на дом. Прокуратура Советского района пресекла деятельность группы сайтов, на которых продавались документы о высшем образовании. Удалось обнаружить более 10 порталов, на которых за 20-30 тысяч рублей можно было приобрести любой диплом любого вуза страны. Причём для этого даже не нужно было вставать с дивана. Среди возможных вариантов доставки был и курьер. По результатам проверки сайты были закрыты. Состоялись судебные решения о закрытии таких сайтов, которые для принудительного исполнения были направлены в Роскомнадзор по Рязанской области. На средства, полученные от использования системы «Платон», ремонтируются дороги в регионе. Один из участков в селе Вослибово Скопинского района. Здесь ремонтируют 650 метров дороги. На эти цели муниципалитет получил 4 миллиона рублей. Ремонт дороги не проводился несколько десятилетий. Работы коснутся площадки возле школы, съездов к многоквартирным домам и объектам социальной инфраструктуры. На следующий год запланирован ремонт ещё 500 метров дорожного полотна. Работы у нас начались 6 сентября. Сейчас они уже практически в стадии завершения. То есть основное полотно положили, сейчас сделаем съезды и ремонтируем полотину и где-то через неделю закончим. Россияне стали меньше пить и дольше жить. Если в начале 2000-х среднестатистический мужчина не доживал даже до пенсионного возраста, сегодня средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет 66 лет, а женщин – 77. Об этом доложила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Что даёт силы радоваться жизни, уточнила Жанна Алпатова. Он не любит рассказывать про свою жизнь, сложной, пересечённой войной, искалеченной потерями. Он взлетал в горящее небо и падал на землю. Воевал в стрелковой бригаде и учился в танковом училище. Полковник, всегда подтянутый. Александру Шумкину 90 лет. Здоровья, оптимизма и ещё долгих-долгих лет. Его именем проходит кубок среди школьников города. Я только выражаю ему огромную благодарность за это, что он доверил нам своё имя для того, чтобы дети как-то поэтапно уже могли равняться на настоящего героя. У Александра Нефёдовича и в свои 90-е прекрасная память. Он бодр и в отличном настроении. Его формула долголетия проста. Прежде всего, я занимаюсь гимнастикой всегда. Я не пропускаю ни один день. Я играл в футбол, я играл в волейбол. Я играю в бильярд 40 с лишним лет, 45 лет. Я никогда не курил, я никогда воску не пил, не большими дозами. А вот Александра Карпунина долго не может вспомнить свой возраст. Говорит, это ей давно не важно. Живя в Заокском, она с утра до вечера на огороде. Что вырастила, то продала. Потом всё-таки вспоминает. Ей 83. Труд на земле не разрешает стареть. Есть своя методика долголетия и у Людмилы Журововой. Ей пошёл восьмой десяток. И до сих пор работающий учитель не скрывает возраста. И даже вывела свою формулу. Ей 20 лет и 600 месяцев. Рецепт её вечной молодости, бальной танцы и общения с детьми. Это учительская профессия. И это дети, которые дают мне заряд бодрости, оптимизма на всю жизнь. Сейчас продолжительность жизни в стране выросла. В среднем больше 71 года. Наша регион не исключение. Правда, сохраняется гендерное различие. Женщины всё ещё живут дольше. 77 лет против 65 у мужчин. Как отметил президент Владимир Путин, причины смертности сильного пола за десятилетия не поменялись. Это курение, бытовое пьянство и аварии на дорогах. Это подтверждают и в Рязань стати. Смертность мужчин выше в связи с более тяжёлой физической нагрузкой, с военной обязанностью, с повышенным травматизмом на дороге, например. И это тоже тенденция, характерная для любой страны, для любой территории. Наш юбиляр – хорошее исключение из правила. Он не только подпевает юным артистам, но и в состоянии пуститься в пляс. А один из запоминающихся подарков кубок за почти полвека в спорте – это первый в его копилке. Жанна Алпатова, Алла Шенфельд, Юрий Косоротов, Вести Рязань. Указом Владимира Путина в стране возрождена пионерия. В современном звучании это российское движение школьников. В качестве пилотных выбраны более 200 учебных заведений во всех регионах страны. Со временем в движение хотят вовлечь все школы. О первых результатах большой работы расскажет Ирина Целикова. С началом учебного года школы распахнули свои двери отдохнувшим ученикам и свежим идеям. Открывается и новый проект – движение школьников. На уровне страны он уже существует несколько месяцев. В регионах стартует сейчас. Одной из первых в движении современной пионерии вступила 51-я Рязанская школа. Дети хотят, детям интересно. И для меня пока это самое главное. Потому что моя задача – увлечь родителей, показать, что это полезно, что это невероятный опыт, что это развитие коммуникабельности, развитие организаторских способностей. То, что сейчас нужно современному человеку. Это организация просто новых возможностей. Возможности, прежде всего, для школьников заявить о себе, может быть, о каком-то своем проекте. Это возможности для педагогов, это возможности для школ, как мы сейчас видим, потому что стать пилотной площадкой российского движения школьников, как оказалось, очень почетной. Организация добровольная. Вступить в нее можно с 8 лет. Координаторы проекта уверены, благодаря движению появится целое поколение молодых профессионалов. На выбор школьников 4 направления. Военно-патриотическое, личностное развитие, гражданская и информационно-медийная активность. Как важно ощущать себя частью команды, если хочешь достигнуть большего, будут рассказывать на уроках доброты. Ребенок должен сам полностью осознавать, не просто они придут, мы повяжем им галстуки, раздадим значки, скажем, действуйте, дадим 4 направления и четкие рекомендации. Сейчас это все добровольно, и, как говорил сам Владимир Владимирович Путин, мы воспитываем именно граждан. И дети, даже вступая в российское движение школьников, выражают свою гражданскую позицию. Сейчас в движении 84 российских региона. В идеале влиться в него должны все, без исключения школы страны. Ученикам обещают массу интересных событий. Но главная задача, чтобы каждый ребенок нашел свое призвание. Ирина Целикова, Валерий Чекин, Станислав Вербицкий, Вести, Рязань. Законы гостеприимства, превратившиеся в добрую традицию. В Рязани прошел очередной день узбекской культуры. Ежегодный проект рассказывает жителям многонациональной Рязанской области о традициях, музыке, танцах, кухне и искусстве узбекского народа. Подробности в сюжете Анжелики Королевой. На сцену посменно выходят артисты и гости вечера. Звучат то поздравления и теплые слова, то восточные напевы. В Рязани живут более тысячи узбеков, ставших гражданами Российской Федерации. По численности эта нация в областном центре на четвертом месте. Кто-то переехал еще несколько десятилетий назад, кто-то только начал знакомство с городом. День узбекской культуры позволяет любому из них ощутить знакомую с детства атмосферу восточного колорита. Основное настроение задают музыканты. Именно их витиеватые напевы позволяют мысленно перенестись в жару Бухары или Самарканда. Артисты говорят, не важно какой ты национальности, ведь есть единый язык музыки. Дойры узбекские, или африканские джамбе, или индийские таблы, или турецкие таблы. Разница нет. Надо узнать в ритме. В ритме, если вместе мы играем, это другое. Узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» существует более трех лет. За эти годы проведены десятки фестивалей и праздников, которые знакомили рязанцев с особой культурой Востока. В планах на будущее объединить не только людей, но и целые города. Мы уже не первый год ходатайствуем о предании статуса городов-побратимых Рязани и Бухаре. Мы надеемся, что когда-нибудь эта наша мечта осуществится. И Рязани, и Бухаре есть чем поделиться, есть чему друг у друга поучиться, и есть моменты, в которых можно подружиться. И очень тесно. А тем, кто еще не знаком с особой культурой Узбекистана, советуют посетить одно из подобных мероприятий в будущем, чтобы окунуться в атмосферу и понять, что такое дружба народов сегодня. Анжелика Королева, Артем Королев, Вести, Рязань. Рязанский скульптор Наталья Тюкина представила рассказ о берегах. Занимаясь преподавательской деятельностью, она не забывает и о собственном творчестве. Доказательством этому служат выставки. На той, что открылась только что, побывала Елизавета Дорохина. Здесь, на выставке, работы Натальи Тюкиной словно на просмотре в художественном вузе. Только стороны поменялись местами. Оценивают и делятся впечатлениями о творчестве ученики и коллеги. А сама автор, преподаватель Рязанского художественного училища, выступает как студент. Выставка «Берега-берега» стала для Натальи Тюкиной юбилейной. Скульптору и живописцу исполнилось 70 лет. У каждого этапа в жизни свой берег, своя пристань. И каждый человек пытается найти счастье для себя, но не каждый находит. А вот Наталья Дмитриевна – это такой человек, который прежде всего работает для людей. Настоящий мастер, в чьих руках оживает дерево и начинает говорить камень. Народная тема – лейтмотив творчества Натальи Тюкиной. Бабушки в шерстяных платках и старики с гармошками отражают колорит деревенской жизни. Где-то нелегкой, но в целом такой размеренной и такой родной. Автору не важен материал – дерево это или камень. Главное – передать русский дух. Дерево начинаешь работать, от него не оторваться. Тем более, когда и красишь, я перекрашиваю работу, хочется по-разному покрасить. Потому что у меня дерева такого нет, такого чистого, как хотелось бы. Оно трещит, приходится что-то придумывать. А вот, например, камень тоже не отпускает. Он тоже с тобой как-то владеет, и вот тоже хочется как-то добиться вот этого, вот такого гармонии. Умение чувствовать материал у автора будто врожденная сила передается и небольшим работам, и даже массивные рубленные формы делятся со зрителем своей теплотой. Еще одна страсть скульптора – литература. В коллекции работ Натальи Тюкиной уже есть образы Лермонтова, Гумилева, Пушкина, Цветаева и Есенина. И она планирует продолжить ряд известных литераторов. В мыслях, замечает автор, уже сложился образ Достоевского. Елизавета Дорохина, Валерий Чикин, Вести, Рязань. Пока все. Хорошего продолжения дня. Увидимся в 17.25. Повышенные нагрузки на глаза. Принимайте чернику Форте Эвалар. Черника Форте от компании Эвалар – самые популярные витамины для зрения. Черника Форте способствует сохранению зрения для всей семьи – взрослым, школьникам. И даже детям с трех лет. По данным ядрами Центра России, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Ветер северный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба будет расти. Температура воздуха ночью по области плюс 4,6, в Рязани – 5-7 градусов тепла. Днем по области – плюс 11.